МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Чрезвычайным ситуациям готовы. Сотрудники МЧС Падагестана провели учения на втором городском рынке Махачкалы. Сегодня весь мир отмечает День людей с ограниченными возможностями. К этой дате приурочили фестиваль творчества инвалидов, прошедший в столице. Минздрав предупреждает. Ведомство обращается к дагестанцам с просьбой не пить воду из-под крана из-за угрозы вспышки острой кишечной инфекции. Сотрудники МЧС Падагестану готовы к внештатным ситуациям в случае ЧАЭС на окрытых торговых центрах столицы. Спасатели провели учения на втором городском рынке Махачкалы. Подробности в сюжете Камиля 9-го. Действует по сигнальной тревоге. Группа спасателей пробирается к очагу возгорания, который произошел на втором этаже рынка. Задача пожарно-тактических учений – выполнить команду быстро, а главное – успешно. Тяжело в учении, легко в бою. Работа спасателей максимально приближена к условиям реальности. Условный пожар был ликвидирован, после чего сотрудники МЧС проверили рынок на соблюдение правил пожарной безопасности. Ранее здесь были проверки. Выявленные тогда нарушения, как отметили специалисты, сейчас устранены. На учениях принимали участие пожарно-спасательные подразделения города Махачкалы. Было задействовано всего 7 единиц техники и 28 человек личных встал. Основной целью учения – это тренировать лечество пожарно-спасательных подразделений, действия по утушению пожара на рынках, а также организация взаимодействия с администрацией рынка и с службами жизнеобеспечения города Махачкалы. Цели учений достигнуты. Также в ходе учений были отработаны вопросы проверки состояния пути подъезда как самому рынку, так и внутри рынка. Руководство рынка, несмотря на мелкие, нарушения, выявленные пожарными, к этой проверке подошло к полной боевой готовности. Самое главное здесь есть функционирующий пожарный гидрант, что очень важно в случаях возникновения различных ЧС. Нарушения мы отработали, полностью их искоренили. Это место уже не имеет на рынке. Как вы видели, сегодня пожарная техника под ведомственным пожарным проходом управляющей компанией «Атриум» проезжает свободно. И на сегодняшний день безопасность людей со стороны МЧС на 100% может быть обеспечена. Камиль Диатов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Духовно-нравственные ценности в медицине обсудили на конференции в Махачкале, посвященной памяти выдающегося врача Сейфулаха Башларова. Мероприятие прошло в одноименном медколледже. В ее работе приняли участие ученые-богословы и научные работники со всей России. Популяризация вклада дагестанских врачей в мировую медицину – одна из основных целей форума. Эксперты также отметили, что религия традиционно связана с образованием, а врач должен быть высоконравственным человеком, поскольку его будущая деятельность связана с судьбами людей, их здоровьем и жизнью. Работа конференции продолжится в секциях. Век тогда, век того, что сегодня у нас оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, никто не снимает с нас обязанностей оставаться духовным, нравственным, высоконравственным человеком. Помнить о тех этических нормах, которые должны быть заложены в нас семьей, должны быть заложены в нас религией. Доброе слово лечит, поверьте мне, иногда сильнее, чем те чудодейственные лекарства последнего поколения, которые мы будем назначать пациенту. Чужих детей не бывает. Под таким девизом в Унцикольском районе прошла благотворительная акция для сирот. Главная цель – доставить радость детям, оставшимся без попечения родителей, и привлечь внимание людей и организации к этой категории малышей. Для гостей был организован просмотр мультфильма в клубе поселка Шамиль-Кала, а также развлекательная программа с участием аниматоров, угощение в кафе и экскурсионное поездка в культурно-исторический комплекс Ахульго. В завершение всем детям были вручены денежные премии и памятные подарки. Организаторами и инициаторами акции выступили частные лица районной администрации, а также общественные организации. Сегодня весь мир отмечает День людей с ограниченными возможностями. Традиционно к этой дате в столице нашей республики проходит фестиваль творчества инвалидов «Равные возможности. Достойная жизнь для всех». Побывала на мероприятии моя коллега Карина Баталова. Они не привыкли выступать на сцене. Их жизнь чаще всего сводится к общению в кругах домочадцев и учителей. Но сегодня для воспитанников коррекционных школ и интернатов республики особенный день. Со всем старанием и искренностью через песни и танцы они говорят зрителям о своей открытости и желании участвовать в общественной жизни. Основная цель – это интеграция в общество наших инвалидов. Хотя говорят, не надо говорить слово «инвалид», но кажется, ничего в этом нет. Но не подчеркивает степень заболевания, но подчеркивает степень отношения общества к этому человеку, степень помощи, в которой нуждается этот человек, чтобы мы их поддерживали и понимали, и принимали. Больше, наверное, им не нужно. А с болезнями они сами тоже справятся. Это уже девятый по счету фестиваль, который проводит Дагестанская региональная общественная организация помощи инвалидам «Жизнь без слез». И вот уже в девятый раз в нем участвует Ахмед. В этом году вместе с друзьями и преподавателями он подготовил танец кавказских воинов. Вот как сентябрь начался, у них начинается у нас репетиция, у нас занятия, надо же танцевать, готовиться. Ночью нормально не может спать, вот именно как раз, утром спосыпается рано, надо готовиться. На фестивале также выставлены творческие работы воспитанников Дома дневного пребывания «Жизнь без слез». Средства от их продажи поступят на помощь детишкам. Среди поделок из бисера и бумаги Ахмед нам показывает свои картины. Вот, например, цветок из ракушек. А эти два сердца – Ахмед и его мама. Это с красными, с детскими, с каменями, и газ-посыпками. С детскими, с ракушками, делали. Мама была, маленькая мама. Ага. Обожаю меня. А почему ты большая? Я же вираз. В завершении фестиваля перед детьми выступили аниматоры и вручили им подарки. Карина Баталова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкалав. В Дагестане создадут комиссию для проверки электронной очереди в детских садах. Об этом сообщила министр образования и науки региона Умапазиль Амарова на приеме граждан. Вице-премьер рассмотрела шесть обращений. Все они касались непродвигающейся очереди в системе электронный детский сад. По рассмотрению жалобам Умапазиль Амарова отметила, что планируется создать межведомственную комиссию для детального изучения подобных проблем. Она позволит изучить работу электронной очереди и проверить дошкольные учреждения на порядок зачисления воспитанников. Минздрав Дагестана предупреждает, сырую воду пить опасно. Ведомство обращается к жителям республики с просьбой не пить воду из-под крана из-за угрозы вспышки острой кишечной инфекции. Из-за обильных дождей грязная вода могла попасть в канал имени Октябрьской революции. Презентация туристического реалити-шоу «Завещание предков» состоялась накануне в одном из столичных кинотеатров. Средневековье. Тайны. Войны. Сюжетная основа шоу. Молодые люди соревнуются в поисках древнего артефакта – клинка средневекового завоевателя Тимура. Командный квест емко уложился в 26-минутный фильм, на презентации которого побывали как официальные лица, так и молодежь региона. По словам организаторов, это первый этно-туристический телепроект, не имеющий аналогов России. И, возможно, именно он поможет развить туристический потенциал нашей республики. Вы увидели, что большинство идей действительно требует большего внимания, развития, вложения, инвестиций и так далее. Ну и третий пет – это, собственно, туризм, туризм равно экономика, что позволит нам в перспективе коммерциализовать и сделать республику, дай бог, центром международного туризма. Напомним, в реалити-шоу принимали участие 10 молодых людей из всех республик СКФУ, а также Москвы и Башкортостана. Выставка памяти путешественника Евгения Гвоздева открылась накануне в историческом парке в Махачкале. Ее посетители – близкие и друзья яхтсмена, учащиеся в школах и вузах. Он единственный российский мореплаватель, который в одиночку совершил два кругосветных плавания. Его яхта «Саид» нашла свое пристанище в музее, где каждый мог прикоснуться к судну, на котором путешественник объездил весь мир. Известного мореплавателя не стало ровно 10 лет назад. 2 декабря 2008 года, совершая третье свое путешествие, на 75-м году жизни он погиб во время сильного шторма под Неаполем. И о спорте. Джаврия Талиева стала серебряным призером международного турнира в Испании. Там, в городе Валенсия, завершилось первенство Европы спортсменов 19-14 лет. Воспитанница дагестанской школы тэквондо выступила в весе до 55 килограмм. На турнире она провела 4 поединка и уступила только представительнице Греции. Джаврия Талиева тренируется в спортклубе имени известных дагестанских тэквондистов Сейфулы и Сарии Магомедовых. Напомним, что летом, в августе, спортсменка уже становилась финалисткой первенства России. Там же, в Испанской Валенсии, в эти выходные состоялось бойцовское шоу мировой серии «Король королей». В своей поединке по правилам кикбоксинга провели два дагестанца. Мастера спорта международного класса Ислам Муртазаев и Кемран Набати привели в восторг местную публику. Муртазаев в главном бою вечера эффектно нокаутировал американца Амара Морена. Его партнер по команде Набати одним ударом снял вопросы о победителе в битве с марокканским бойцом Яссином Чедди. А дагестанка Милана Дадашева стала триумфатором открытого Кубка России по вольной борьбе среди женщин. Эти соревнования проходили в Чебоксарах. Бронзовый призер чемпионата Европы выступала в новой для себя весовой категории до 55 килограмм. В финале она со счетом 8-0 разгромила Наилю Абзалову из Бурятии. В этом же весе третью строчку пьедестала поделили воспитанницы дагестанской школы борьбы Джамиля Баматова и Виктория Ваулина. А еще одна наша спортсменка Дарья Шестерова выиграла бронзу в категории до 76 килограмм. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин